То звезда младенца и царя царей, в ясках он положен матерью своей. Рождество – великий праздник для всех христиан. Он очень популярен и отмечается миллионами людей во всем мире. Особенно нежно и с трепетом относятся к этому празднику дети. Рождество Христово – это рождение Иисуса Христа, как день рождения. И это праздник всех детей. В честь Рождества в православной гимназии устроили большой праздник для ребятишек. В этом году дети не только читали стихи и пели песни, но и проходили квест. Он состоял из нескольких станций, где нужно выполнять задания. Я паук, ветхий завет я загадываю сначала загадки про ветхий завет, а потом дети должны будут пройти эту паутину и не дотронуться до нитки, чтобы пойти на другие станции и там пройти, чтобы потом получить подарки и отпраздновать Рождество. На других станциях ребят ждали не менее интересные задания. Здесь нужно было разделиться на две команды. Одной нарядить капитана в костюм волхва, другой – собрать имена трех волхвов и записать их в стихотворение. Он заключался в том, чтобы одеть меня в одежду волхвов, ну или волхва, и для того, чтобы я в него ходил, как не понял. Помогите мне, если что. Тут вот положите значение этого пророчества, вот сюда, а также положите икону. Кстати, с иконами я вам могу помочь, если что. Рождество Христово – это светлый праздник, который несет в себе любовь и тепло. Как и для всех, это радость рождения нашего Спасителя Христа. И, наверное, еще раз, чтобы душа повернулась к Богу. Наверное, все-таки это должен сказать, каждый из нас почувствовать эту Божью благодать, милость, ну как бы приятную на душе и вообще от этого праздника. Рождество символизирует единение человека с Богом, считают верующие. Это праздник самой большой надежды – надежды о спасении. Продолжение следует...